Если тебя что-то не устраивает, ты должна сесть и поговорить с этим человеком, ты должен поговорить с ним, понимаете? Наша вся проблема в том, что мы разговариваем о наших половинках со всеми, кроме них. Мы жалуемся на них подругам, мы жалуемся друзьям, мы жалуемся маме, папе, соседям, все время ноем, плачем про себя. Нас не устраивает это, пятое, десятое, как она одевается, как он себя ведет, какой он пофигист, он лайкает других, он изменяет, она, не знаю, все время требует, хочет, чтобы я подарил ей это, то, пятое, десятое, но мы не хотим с ними говорить об этом, мы терпим и терпим. Вы знаете, вы что, мазохисты? Вам что, делать нехренто? Посадите свою половинку и скажите по пунктам. Так, чувак, мне не устраивает отношения, мне не устраивает то, что ты все время с друзьями, а мы никуда не выходим, ты на меня забил, меня не устраивает только восьмое марта, понимаешь? Посади свою девушку, скажи, меня не устраивает то, что ты ко мне охладела, то, что ты отворачиваешь глаза, у тебя все время нет настроения. Меня это, это не устраивает. Дайте им понять, что скоро вы их пошлете нахрен, понимаете? От того, что вы обсуждаете их со своими близкими, родными, с друзьями, ничего не изменится. Да хоть десятку психологов пойдите. Какого хрена вы говорите, вы слушаете статусы, вы ноете с чужими людьми, а со своими не разговариваете? Поговорите, объясните, скажите, вот, чувак, если ты не мудак, если ты не хочешь меня потерять, если ты хочешь, чтобы у нас было будущее, измени ко мне отношения. Ты делаешь добро и хорошее всем вокруг, кроме меня, я твоя женщина, понимаете? Посади свою девочку, скажи, принцесса, ты моя принцесса, если ты принцесса для всех, для инстаграма, для подруг, тебе важно быть с ними, тусить с ними, делать так, как тебе хочется, жить удобно, хотя ты вначале говорил о мне, что мы будем все обсуждать, мы будем вместе решать, а сейчас все в нашей жизни так, как удобно тебе, понимаешь? Дайте им понять, что скоро вы их пошлете нахрен, несмотря ни на что, ни на то, что вас привязывает, связывает, ни на крышу над головой, понимаете, ни на прошлое за спиной, ни на семью детей, а просто дайте им понять, что скоро вы все закончите, и эти люди спустятся с небес, иначе им будет сдец, понимаете? Опустите их с небес и скажите по пунктам, это, это, это меня не устраивает. Будешь такой же, будешь таким же, пойдешь нахрен. Все, тогда эти люди проснутся, очнутся и будут обращать на вас внимание, понимаете? Не нужно жаловаться вселенной на того человека, которого у тебя не хватает же изменить. Если ты не изменишь его отношение к себе сейчас, ты никогда и ни за что не будешь счастлива каждый день и час, понимаешь? Измените. И поверьте, если человек не изменится, если человек не обратит на вас внимание, будет такое же дерьмовое отношение, пофигизм и себя любие, все для меня, для красавицы, все, я центр вселенной, я бог, я тебя подкармливаю, я тебя содержу, нахрен вам эта жизнь? На хрена? Вы что, ради подачек живете? Или ради того, что с вами рядом красивая принцесса? Нет. Жить нужно с человеком, который заботится, любит, обращает на тебя внимание. Кому кроме тебя никто не нужен, понимаешь? Некрасивые люди снаружи, не переживание о ком-то внутри. Быть надо с теми, кто вас не бросит в плохую минуту, кто с вами, несмотря ни на карантин, на кризис, на то, что вы поправились, потому что родили ребенка, на то, что меньше стали зарабатывать. Будьте с теми, кто вас не предаст. А если кто-то вас, есть такое азербайджанское выражение, то есть терпит, потому что окей, ну уже привык, ну уже удобно, не будьте с этими людьми, цените себя. Жизнь одна, понимаете? Там в раю, в аду, в другой вселенной нет отношений. Нету! Если этот мир и есть, там нет отношений. Вся романтика, любовь, дерьмо здесь, на земле. Заканчивайте с теми, кто не может пойти с вами в светлое будущее, кто вас предает и просто не делает счастливым. Нахрена? Вы себе, своим детям желаете такую жизнь? Нет? Ну и меняйте, да, что-то. Сядьте, поговорите. Скажите, это, это, это не устраивает. До свидания. Собрала вещи, ушла. Собери вещи, уходи. Собрал вещи, пошел вон. Только так. Эти люди только так поймут. Никогда ваши родители, друзья, близкие с ними поговорят. Никогда вы слезоточивые статусы поставите в инстаграме и поплатите. Холодное отношение. Что-то в нем не так. Если вас любят, то на вас обратят внимание или написать психологу, потратить 500 евро. Нифига. Меняйте к себе отношения. Посадите этого человека, поговорите. Не изменится раз, два, три, уходите. Шанс надо давать не ему, а себе. Быть счастливой. Редактор субтитров А.Семкин